Ахмед Хадзиев занимается в этом зале уже более года. Вспоминает, когда впервые пришел сюда, это место пустовало, не было спортивного инвентаря. На тренировках после оттачивания болевых приемов, как правило, идут физические упражнения, чтобы выросли силовые показатели. Если раньше они ограничивались отжиманиями, приседаниями и другими упражнениями на матах, то теперь благодаря тренеру для них оборудовали турник, брусья и другие тренажеры. В зале тренируется более 200 спортсменов. Занятие проходит 4 раза в неделю по несколько часов. В двух группах от 5 до 14 и старше. Новый спортивный инвентарь для спортсменов – это возможность улучшить свои навыки и выходить на соревнования другого уровня. Это хорошо помогает, когда на соревнованиях спину управляют, и руки качают, чтобы удушку нормально можно накинуть. Спортивный зал в Сунже открыл Илес Хашагульгов еще 7 лет назад. Здесь он и тренирует других, и занимается сам. Отмечают, что без необходимых тренажеров трудно было проводить полноценные занятия. Приобрести инвентарь удалось за счет помощи от государства. Илес заключил социальный контракт. Эта программа запущена по поручению президента в 2013 году. Илес, собрав все документы, обратился в местный отдел социальной защиты. Через две недели ему сообщили, что заявка на 100 тысяч одобрена. Что необходимо есть, потому что без этих вещей полноценной подготовки не получается в зале. Надо бывает, в техническом плане у нас все есть, маты есть там. А вот когда нужно на физику поработать, бывали проблемы, не хватало инвентаря. И за счет этих выплат получилось докупить то, что нам надо было. Илес является мастером спорта по грэплингу, обладателем черного пояса и чемпионом мира по джиу-джитсу. А начинал свои занятия спортом на турнике во дворе. И надеется, что в будущем, благодаря его инициативе, кто-то другой в этом зале начнет свой путь к чемпионству в грэплинге или в джиу-джитсу. Абдул Мажид Халухоев, Сулейман Касоев, Новости 24.